Всем привет! Меня зовут Напольская Ксения, я преподаватель биологии, и сегодня поговорим о том, как быстро запомнить материал, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов. По биологии просто какое-то огромное количество информации, и чтобы весь этот объем материала уложить в свою прекрасную головку, многие просто начинают его зубрить. Но это неэффективно, потому что если мы делаем однотипные действия постоянно и постоянно, информация усваивается так себе. Поэтому сегодня мы поговорим о том, какие лайфхаки, методики можно применять для того, чтобы информация легко и плавно укладывалась в вашу головку и никогда оттуда не вылетала. Начать хотелось бы с того, что все мы разные, и поэтому по-разному усваиваем информацию. Как это происходит именно у вас, нужно узнать самостоятельно. Попробуйте воспринимать на слух. Как вам? Нормально? Хорошо? Попробуйте читать, попробуйте смотреть видео. И вот именно это знание о себе поможет вам найти тот способ запоминания, который вам лучше подходит. Расскажу вам немножечко про себя. То есть мне, например, очень нравится структурировать информацию, когда я что-то читаю, анализирую, да, а потом рисую, делаю какие-то схемочки и так далее. Слушать, ну, наверное, нет, наверное, не про меня. А вот читать, вдумываться, выделять главное, все это какими-то схемочками зарисовывать, вот это я прям люблю. Так информация действительно для меня очень круто усваивается. Кто-то может просто смотреть вебинар, слушать, воспринимать на слух и говорить, что вау, как мне классно рассказали, ничего запоминать не надо. Ребята, пожалуйста, узнайте о том, как именно вы, именно ваш мозг лучше работает. И это вам пригодится вообще в принципе по жизни. Если вы лучше воспринимаете на слух, то, конечно же, ваш формат – это видеоуроки, вебинары, там, где говорят. И, конечно же, лучше выбирать тех преподавателей, тех спикеров, которые говорят интересно. Это должно быть там с выражением, с шутками, с прибаутками, потому что именно на таких каких-то интересных ассоциациях и строится наше запоминание. Наш мозг цепляется за что-то классное, привычное и интересное. Поэтому обязательно выбирайте тех спикеров, которые вас цепляют. Таким образом, ваш мозг будет максимально сконцентрирован. Если вы лучше запоминаете при прочтении материала, вам нужно составлять собственные конспекты или, ну, хотите, шпаргалки. Что такое шпаргалка? Шпаргалка – это переработанная информация в кратком содержании. Вот именно когда вы читаете большой учебник или, там, не знаю, какой-нибудь конспект, и конспектируете эту информацию, структурируете. Это работает, ну, просто потрясающе. Это мой любимый способ. Я запоминаю информацию именно так, но я уже об этом говорила. Пробуйте играться с разными схемками, рисуночками, стрелочками, составить в свою какую-то историю, да, логическую цепочку. И это прям действительно помогает запомнить материал моментально. А как насчет различных пособий, картинки, например, возможно, какие-то карточки? Ну вот смотри, если ты имеешь в виду какие-нибудь шпаргалки, сделанные за тебя, карманные справочники, то сразу нет. Это в топку, потому что там информации очень мало. И, опять же, это чужая информация, не переработанная тобой, поэтому она не будет восприниматься, в ней сложно ориентироваться, должно быть сделанное своими руками, так сказать. А если говорить про карточки, то это круто. У нас по биологии очень много материалов, именно вот картиночного такого. И поэтому картинки, подписи, картинкам надо смотреть, особенно ЕГЭшные. Я на курсе, кстати, обязательно делаю всем ребятам и методички по картинкам, и карточки, квизлит на картинке, на подписи, чтобы вот именно узнавать биологический объект. Потому что у нас есть задание номер 24 на узнавание биологического объекта. В первой части много картинок. Нужна насмотренность именно вот на этот ЕГЭшный формат. Поэтому картинки ЕГЭшные собирать надо, где-то их складировать. Это может быть там ваш собственный, не знаю, файлик или карточки квизлит и так далее. Ну, либо вот на курсе у нас это тоже все есть. Да, если ты хочешь ко мне на курс, ссылочка в описании, там огромное количество разных материалов, которые сделаны специально для тебя, удобные, классные, все, как я люблю. Следующий классный способ это ассоциации. То есть когда у нас по биологии огромное количество терминов, это просто безумие какое-то, как их все запомнить, что к чему относятся. Придумывай ассоциации, придумывай свои, а можно пользоваться какими-нибудь другими, кто придумал кто-то за тебя. Например, на своих уроках я очень часто это использую. Ну, например, палочки и колбочки. Знаешь, палочки и колбочки в глазах, в сетчатке. Палочки у нас отвечают за черно-белое зрение, а колбочки отвечают за цветное. Как запомнить, где кто? Палочка. Мы представляем палочку гаишника. Она черно-белая, и она отвечает за черно-белое зрение. А колбочки. У прекрасного химика есть разноцветные цветные колбочки с цветными растворчиками. Колбочки отвечают за цветное зрение. Ну, вот какие-то вот такие вот приблуды можно придумывать, и на них очень легко запоминать сложную, может быть, и не логичную информацию. Или вот еще, например, прием. Слово спорофит имеет две буквы О, поэтому имеет диплоидный набор хромосом, двойной. А там гометофит имеет одну букву О, и поэтому там гаплоидный, одинарный набор хромосом. Спора имеет одну букву О, и поэтому тоже одинарный гаплоидный набор хромосом. Вот, пожалуйста, весь жизненный цикл растений на такой простой, какое количество букв О в слове Вроде бы ничего общего с биологией, ни палочки, ни колбочки не имеют И буквы О в спарафите тоже, но так ты точно не запутаешься И такого можно придумать, ну, везде На уроках я об этом рассказываю, но также ты можешь это придумывать самостоятельно Твои собственные ассоциации будут самыми яркими и цепляющими для тебя Следующая важная штука, это системное повторение, мой дорогой И закрепление практикой Наш мозг работает следующим образом Он помнит то, чем пользуется Если я узнала какую-то информацию, я не знаю, мне там рассказали, что баба Маша Купила 10 помидорчиков и 7 огурчиков, а мне эта информация для жизни вообще никак не нужна Я ей не пользуюсь, мой мозг ее забудет, сотрет Потому что зачем мне эта нейронная связь, зачем, зачем тратить эту энергию А вот если каждый день я буду пользоваться информацией про то, какое количество помидорчиков и огурчиков купила баба Маша Поверь, я не забуду об этом никогда То же самое с обучением Например, ты разобрал тему строения клетки Ты знаешь, чем митохондрия отличается от аппарата Гольджи Но ты никак не используешь эту информацию Твой мозг это сотрет А вот если ты регулярно решаешь задание на эту тему И регулярно твоему мозгу спрашивают, а чем одно отличается от другого А что делает аппарат Гольджи, а что делает митохондрия Да-да, это останется в твоей памяти, 100% Поэтому регулярное повторение, регулярная нарежка заданий по пройденным темам Это супер-пупер важно Именно поэтому на моих курсах в домашней работе всегда есть блок на повторение То есть мы прошли одну тему, отрешали 50 заданий на эту тему И еще 50 заданий на темы, которые мы проходили ранее Чтобы не забывать Постоянное-постоянное повторение пройденных тем Решение задач на пройденные темы Обязательно Следующая история, она близка к шпаргалкам, но немножечко отличается Это создание интеллект-карт Есть ресурс, ну например, мира То есть там можно размещать информацию на большой неограниченной доске Ты можешь систематизировать информацию там То есть на этой большой бесконечной доске Ты выкладываешь какую-то свою собственную бесконечную шпаргалку В какой-то своей собственной системе Это творческий процесс Но он помогает тебе именно запоминать Например, на моем курсе есть такая работа с миром Мы создаем свою систематику То есть действительно берем живые организмы От живых организмов Кто там, не знаю, клеточные, неклеточные Эукариоты, прокариоты Все царства и вот эту вот всю систематику мы выстраиваем И про каждый организм мы пишем обязательно Ну что-то, не знаю Если это покрытосеменные, какие у них ароморфозы Какие у них идеи адаптации Покрытосеменные, отдел покрытосеменные На кого делится Постепенно, в течение года Это большая-большая-большая работа Вы ее проделываете, вы все запоминаете У вас не возникает вопроса Класс это что такое? Какие признаки у класса? Какие признаки у отдела? Чем у вас покрытосеменные от голос семенных отличаются? То есть просто прорабатывая эту информацию Выкладывая ее и самостоятельно Организуя на этом пространстве Вы запоминаете Это способ запоминания Да, это творческая работа Да, она требует времени Но, поверьте, сделав это Оно не улетучится из головы Ну очень долго Ребят, а как вы запоминаете информацию Насколько это эффективно Обязательно поделитесь в комментариях Потому что наверняка есть еще какие-нибудь способы О которых я даже не знаю А этим вы поможете другим ученикам И следующий, мне кажется, самый бомбический способ Которым тоже я постоянно пользуюсь Ох, как пользуюсь Это нужно учить другого В школе и в универе я пользовалась воображаемым другом Я представляла, что у меня есть воображаемый друг И он тупой-тупой Тупой-тупой Он задает самые неудобные вопросы Вот именно там, где я больше всего сама плаваю Он прям знает Знает, что спросить И я думаю, да Надо рассказать эту тему так Чтобы даже самый тупой друг Который чувствует, где я сама плаваю Все понял И вот разговоры с таким воображаемым другом Действительно помогают классно запоминать информацию Потому что ты, во-первых, в ней сам круто разбираешься Читаешь книжку Пишешь какую-то себе схемку Смотри, пункты выше А потом пытаешься этому воображаемому другу объяснить Можно использовать реальных друзей Это тоже классно работает Когда вы действительно помогаете друг другу Говорит, давай я тебе объясню эту тему Ты мне объяснишь эту тему Потом мы это еще и обсудим А потом еще, возможно, мы пойдем на банк ЕГЭ И порешаем задания по этой теме И вот тогда информация запоминается классно Усваивается классно И, можно сказать, намертво заседает в вашей голове Больше советов, как классно сдать ЕГЭ Вы найдете на моем канале Поэтому обязательно подписывайтесь Ставьте колокольчик Чтобы не пропустить новые полезные видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!